Барщина и оброк И барщина, и оброк – это повинности, которые несли крестьяне в пользу землевладельца Доподлинно неизвестно, когда сложились эти повинности в России Однако аналог барщины зафиксирован уже в русской правде в начале XI века Барщина – это обязательный, безвозмездный труд зависимых крестьян в пользу землевладельца Изначально основной идеей барщины был даровый труд крестьян За предоставление в их пользование части земли феодала А также за предоставление крестьянину защиты Широкое распространение барщина получила в европейской части России с XV-XVI веков В барщину могли входить полевые работы, извозная повинность, строительные и ремесленные работы и прочее Барщина исчислялась либо продолжительностью отработанного времени, либо объемом работы До XVIII века не существовало закона, точно определяющего размеры крестьянского барщинного труда Однако на одинаковых площадях земли работы могли быть различными Одним из первых законодательных ограничений барщинного труда Стал манифест 1797 года о трехдневной барщине, изданный императором Павлом I Помещикам было запрещено принуждать крестьян к работам по праздникам А барщина не должна была превышать трех дней в неделю С этого документа фактически начинается небыстрое движение в сторону отмены крепостного права в Российской империи Наравне с барщиной существовал оброк Оброк – это обязательный натуральный или денежный сбор с крестьян в пользу землевладельца или государства Оброк мог быть натуральным, то есть продуктами сельского хозяйства, ремесленными изделиями или денежный Денежный оброк выплачивался крестьянином из доходов, полученных от продажи части своего урожая на рынке В раннее средневековье, в период становления феодализма, натуральный оброк был более распространен Под ней оброк стал совмещаться с барщиной В России с XVI-XVII веков постепенное закрепощение крестьян, оформление поместной системы и появление барской запашки Привели к господству барщины в сочетании с натуральным оброком Если барщина была распространена среди помещичьих крестьян, то у дворцовых, монастырских и государственных крестьян С XVII века преобладал денежный оброк В ходе крестьянской реформы 1861 года оброк уже уверенно преобладал До выкупа земельных наделов крестьяне, оставаясь лично свободными, продолжали расплачиваться за пользование помещичьей землей через барщину и оброк С 1883 года с введением обязательного выкупа земли выплата оброка помещикам была прекращена Впоследствии и выкупные платежи в 1907 году в рамках Столыпинской аграрной реформы были отменены Редактор субтитров А.Семкин